Время новостей Помощь будет скорой. Парк службы санавиации с помощью спонсоров пополнился современным реанимобилем. Итальянский ПРУС наступает. В области создана специальная комиссия по борьбе с саранчой. По коням. В Коксузском районе на охрану природы сформированы конные патрули. А теперь об этом и другом более подробнее. В ночь с 31 мая на 1 июня прекращают работу блокпосты Алматинской области. Об этом сегодня сообщил Лазат Турлаше в ходе областного селекторного совещания. За последние сутки в регионе было зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом. Из них 8 жителей Талдыкургана из числа ранее изолированных контактных лиц. Двое других граждан – жители Карасайского и Панфиловского районов. В целом за истекшие сутки прирост составил 3%, но санитарные нормы не отменяются. Эпидемиологические мероприятия продолжаются. Во избежание распространения инфекции пришкольные лагеря работать не будут. Порядок должен быть урегулирован постановлением главного санитарного врача, согласно которому госпитализация больных в инфекционный стационар будет осуществляться на срок до 3 дней для дальнейшего обследования. Карантин на дому будет осуществляться при наличии условий изоляции и медицинского наблюдения. А для контактных лиц в первый и седьмой день будут проводиться ПЦР-анализы. При положительном результате госпитализация только при возникновении симптомов. Бессимптомные будут изолированы на дому. Тестирование для них будет проходить на 10-й день. Скрин-тесты планируется не проводить. В этом году более 11 тысяч выпускников школы Алматинской области примут участие в едином тестировании. Проведение ЕНТ намечено на период с 20 июня по 5 июля. Об этом на пресс-конференции рассказали представители регионального департамента по обеспечению качества в сфере образования. Рассказали спикеры и о ряде нарушений в учебных заведениях. Более подробно обо всем расскажет Ануар Амангельдинов. Закон о статусе педагога не писан некоторым руководителям школ. По данным регионального департамента по обеспечению качества в сфере образования, за два месяца нынешнего года к ним поступило более 70 заявлений и звонков о превышениях полномочий директорами общеобразовательных учреждений. Обратившиеся сетуют на то, что их заставляют заниматься ненадлежащей работой. Принуждают подписываться на газеты, заставляют собирать деньги на ремонт и озеленение школ. К сожалению, за часу и привлечь к ответственности предполагаемых виновных не удается, говорят специалисты. Когда ситуация доходит до дела, заявители отказываются от своих слов. Норма ЭКОАП предусмотрена, что в случае, если по отношению к должностному лицу, как правило, это руководители школ, зачастую, которые нарушают права учителей в рамках закона о статусе педагога, в рамках приказа 130-го и других нормативно-правовых актов, то, конечно же, по отношению к этому лицу, должностному лицу, выносится первое предупреждение, а в случае повторного проявления нарушения, то уже применяется наложение штрафов от 20 до 120 МРП. Я очень прошу учителей, чтобы они были активную, такую гражданскую позицию проявляли, и в таком случае мы только так можем привести, как говорится, в соответствие все нормы закона о статусе педагога. Не нарушать правила и нормы сотрудники департамента призывают и абитуриентов. В частности, речь идет о шпаргалках и гаджетах, которые выпускники школ пытаются, а некоторые и проносят на единое национальное тестирование. Теперь, если на входе или в процессе тестирования у выпускника обнаружат запрещенные предметы, он лишится права сдавать тестирование в текущем году, даже на платной основе. В целом, в этом году формат сдачи тестов не меняется, однако в саму процедуру вносится ряд ограничительных и санитарных мер. Единое национальное тестирование будет проводиться, конечно, в новых условиях и необычно. Предусмотрено пять этапов дезинфекции для наших абитуриентов. Это первое – дезинфекция рук, дезинфекция обуви, дезинфекция температурный контроль, смена маски на респиратор. И вначале он проходит через дезинфицирующий туннель. Тестирование будет проводиться в 16 ППНТ в нашей области. Надо сказать, что потоки будут увеличены, в связи с тем, что количество присутствующих уменьшится в два раза. В связи с тем, что нужно будет соблюдать санитарные нормы, расстояние в социальную дистанцию в два метра. В этом году ЕНТ пройдет с 20 июня по 5 июля. Участие в нем примут более 11 тысяч житусуцов. Освоить новую специальность или открыть свой бизнес в период пандемии стало как никогда важно и вполне возможно. В помощь населению государственная программа продуктивной занятости ЕНБЕК. Заниматься птицеводством, животноводством, выращиванием овощных культур или иным бизнесом на выгодных условиях жители уже несколько лет могут в рамках программы ЕНБЕК. Главное – иметь желание работать и развиваться. В остальном поможет программа, говорят представители центра занятости Алакольского района. Результаты уже налицо. В прошлом году по этой программе мы охватили 1359 человек. 208 миллионов тенге кредитных средств под 6% получили более 50 человек. Еще 75 миллионов тенге мы предоставили безвозмездный кредит. На сегодня такую помощь получили более 70 человек. В их числе Аяна Кабдрашева. На полученные средства от государства она открыла в городе Ушарал первый центр джампинг-фитнеса. У нас в Алакуле нету такого и захотелось открыть. Защитила свою бизнес-идею, получила грант от государства и закупила себе вот эти оборудования. Открылись в феврале, начали работать, потом вот как начался карантин, нам пришлось закрыться. Вот теперь, как разрешат, сразу начнем работать, потому что все ждут этого. Другая жительница города Ушарал Фаина Сиддикова прошла обучение по программе «Бастау-бизнес» и получила безвозмездный грант. Теперь она не ищет работу. Напротив, сама предоставляет рабочие места. Сейчас снимаем в аренду. Хорошо помогли, работаем. В дальнейшем планов много. Если еще будет помощь от государства, хочу получить все это, развитие. Большой салон хочу открыть. Несобственное дело, но стабильную работу удалось обрести жителю села Балапаново Сайрану Атажанову. Пройдя обучение через центр занятости, он теперь специалист в строительстве дорог. Тем, кому сложно выбрать профессию и найти стабильную работу, госпрограмма дает конкретные возможности. Вот мне предложили несколько профессий. Я выбрал ту, которая мне по душе. Если честно, не думал, что так быстро найдут мне работу. Я благодарен. В отрасли дорожного строительства области ощущается острый дефицит квалифицированных кадров. В связи с этим Акимом области было дано поручение подготовить нужных специалистов в рамках государственной программы. Только по Алакольскому району было обучено и трудоустроено в компанию «Ситик» более 50 человек. Еще 25 в Аксусском и Сарканском районах. Адаптируясь под реалии времени, программа «Енгбек» предлагает широкий спектр помощи, что существенно влияет на снижение уровня безработицы. Кульназ Мустафа, Ержан Дюсен, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. Помощь должна быть скорой. В подмогу санавиации теперь будет служить и еще один современный технически оснащенный реанимобиль. В преддверии профессионального праздника в рамках акции, инициированной «Елбасы» Безбергемес его передала в дар одна из крупнейших компаний области. В период пандемии на плечи врачей и медицинского персонала легла нелегкая задача. В это время их помощь населению должна быть как никогда профессиональной и мобильной. Одна из лидирующих компаний области в проектировании и строительстве, модернизации и в ремонте электрических сетей и подстанции АСП МК-519 решила сделать медикам подарок. В рамках акции Безбергемес инициированной «Ельбасы» в службе санавиации передан в дар современный реанимобиль. Как бы благодарны сегодня врачам, что они вот на передовой линии, они помогают и защищают нашу жизнь, наше здоровье. И мы своим работникам всем всегда говорим, давайте поможем врачам, будем соблюдать все правила, и тогда мы все вместе победим эту заразу. Реанимобиль оснащен всем необходимым. Аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, все виды пульсометров, койка для перевозки и так далее. Словом, комфорт и удобство. Это нам улучшит нашу работу, улучшит нашу мобильность, доезд, естественно. И вы знаете, что на этих автотранспорте едут наши специалисты. Мы тоже заботимся о их здоровье, о их самочувствии в дороге. И когда новый автомобиль, естественно, комфортнее и удобнее будет ехать. Я думаю, что мы большую пользу принесем благодаря помощи спонсоров, принесем еще больше помощи населению Алматинской области. Мы таким трепетом принимаем и передаем ее для выполнения работ в санитарной авиации. Санитарная авиация в области состоит из двух подразделений. Одно находится в городе Талкурган, одно находится в городе Алматы. Всего в Алматинской области имеется 120 бригад скорой помощи. Это свыше 1700 медработников. Ежедневно они выезжают по вызовам до 2000 раз. Дамир Анитов, Абзал Нусипов, Телеканал ЖИЦУ. Вслед за бизнесменами региона эстафету добрых дел подхватили представители территориальных профсоюзов. В рамках старта акции Камкор Казахстан везет помощь тем, кто за все время ЧП на карантине ее еще не получил. Визит представителей территориального объединения профсоюзов стал неожиданным для Рабели Нурбековой. Несмотря на сложное жизненное положение, Талкурганка не обращалась ни в какие органы, а получение поддержки. О том, какие трудности испытывает пенсионерка, членам профсоюзов рассказали соседи. Рабеля Нурбекова одна ухаживает за 89-летним мужем и 52-летним сыном. Оба инвалиды. Родственников в Талкургане у семьи нет. Хотелось бы выразить членам профсоюзов тысячу благодарностей. Продукты, привезенные вами, очень необходимы нашей семье. Для нас это огромная помощь. Всем тем, кто оказал поддержку, желаю долгих лет жизни, здоровья и счастья. Вы подарили нам радость. Как хорошо осознавать, что мир не без добрых людей. Представители территориального объединения профсоюзов пообещали взять семью под свою опеку. Помимо поддержки продуктами питания, добровольцы окажут помощь по хозяйству. Всего в ходе одного дня благотворительной акции «Хамкор Казахстан» члены профсоюза развезли продуктовые корзины десяти семьям. Приоритет отдавался двум категориям – инвалидам и пенсионерам. Акция «Хамкор Казахстан» инициирована Федерацией профсоюзов Казахстана. Осуществляется она за счет средств компании «Трансселеком». Также в этой работе нам помогает молодежное объединение региона. Наша цель – оказать помощь тем, кто не обращается за поддержкой в никакие государственные органы и неправительственные организации. Мы специально проводим мониторинг и ищем тех, кто еще не получал продуктовые наборы. Помимо продовольствия мы хотим оказывать и другую помощь. Сейчас продумываем, в каком направлении будем двигаться. В Алматинской области акция «Хамкор Казахстан» стартовала сегодня и продлится ровно месяц. Сейчас в списке профсоюзной организаций более 30 семей региона. Ануар Амангельдинов, Джейк Курманбаев, телеканал ЖИТСУ. С 1 июня в Казахстане снимут блокпосты на границах городов и областей. А с 5 июня возобновится автобусное сообщение между регионами. В связи с этим разработан соответствующий алгоритм работы перевозчиков. Автобусы будут проходить дезинфекцию на конечных пунктах маршрута. Допуск в салон пассажиров будет возможен только при наличии медицинских масок. Обязательно соблюдение дистанции среди пассажиров, а также владельцам автопарков необходимо обеспечить водителей перчатками, медмасками с условием их своевременной замены. Кроме того, казахстанцы смогут передвигаться между регионами на личных автомобилях, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте с адвокат Байгабулов. Стала известна судьба медицинских работников Павлодарского психоневрологического центра, привязывавших пациентов к кроватям. Всех виновных приговорили к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы, сообщили в суде номер 2 Павлодара. Смягчающими обстоятельствами стали полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие на издевении несовершеннолетних детей. Напомним, в прошлом году трое палатных санитаров медучреждения злоупотребляли своими должностными полномочиями, неоднократно привязывали веревкой руки и ноги несовершеннолетних пациентов к кровати ночью и во время тихого часа. Дети подвергались психологическим страданиям. Смертельное ДТП с участием полицейского в Акмолинской области. Начальник линейного отдела полиции насмерть сбил человека. Произошла трагедия на автобане при въезде на курорт Боровое. 53-летний мужчина стоял у терминала, когда неожиданно на него налетел Мерседес. По словам очевидцев, шансов выжить у несчастного не было. Более того, предполагаемый виновник аварии даже не притормозил и скрылся с места. Его задержали в 45 километрах от места аварии. В полиции не сообщили, был ли он на момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что он арестован. Производится расследование по статье нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает КТК. Африканский континент, так же, как и многие азиатские страны, переживает крупнейшее нашествие саранчи. Очаги распространения саранчевых обнаружены и в Казахстане. В зоне риска Туркестанская, Жамбылская, Карагандинская, Павлодарская и Алматинская области. Отметим, из-за угрозы насекомых специалисты области проводят химическую обработку 127 тысяч гектаров земель, находящихся в зоне риска. На эти цели из местного бюджета выделено более 150 миллионов тенге. Для борьбы с вредителями помимо наземных методов применяют авиационную технику со специальными опрыскивателями. Благодаря предпринимаемым мерам удалось добиться уничтожения саранчевых вредителей, говорят ответственные лица. Цена борьбы, сохранение сельхозугодий. Поэтому данный вопрос находится на личном контроле Амандыка Баталова. 27 января 2020 года вышло решение Акима в области о создании рабочей комиссии под председательством заместителя Акима, А также точно такие же рабочие группы, созданные в каждом районе. Данное мероприятие проводится по всей области, сезонно, где-то до конца июля может продлиться. На Страже природы конные формирования привлекли для борьбы с нарушителями в Коксусском районе. Мобильные и хорошо подготовленные они могут пройти там, где не пройдет спецтехника. Подробнее в материале нашего корреспондента. Протяженность маршрута в среднем 20-25 километров в день. При встрече с отдыхающими проводится профилактическая беседа. Спасатели рассказывают о пожароопасной обстановке, а также просят соблюдать чистоту и порядок. Каждую неделю, еженедельно, каждые выходные и каждые праздничные дни данные мероприятия проводятся рейдовые мероприятия. Цель наших мероприятий, проводимых рейдовых мероприятий, предупреждение жителей Коксусского района при отдыхе на природе соблюдали правила пожарной безопасности. Всадники не просто патрулируют лесистые и гористые участки, а также поселковые улицы. В обязательную экипировку входит специальный жилет, ранцевый огнетушитель. Перед выездом проводится обязательный инструктаж по действиям в случае обнаружения возгорания. Кроме того, в обязанности спасателей входит и пресечение незаконной деятельности рыбаков. С 15 апреля по 31 мая текущего года, 2020 года, во всей республике Казахстан ведется оперативно-профилактическое мероприятие, мероприятие во время микромета во всех реках и устьях, которые падают в озеро Балхаш. Ведется оперативно-профилактическое мероприятие. На территории Коксусского района на данный момент выявлено 6 фактов незаконной рыбалки. По ним составлены административные протоколы, наложен штраф каждому по размеру 10-месячных с расчетом показателей. Основная цель формирования – своевременное обнаружение природных пожаров, а значит и их оперативная ликвидация. Конные добровольцы отличаются мобильностью, возможностью оценивать обстановку в условиях труднодоступной местности. Они могут самостоятельно потушить небольшое возгорание, отсечь огонь от фермерских хозяйств или лесных массивов и при необходимости, используя спецсредства связи, быстро вызвать бригаду пожаротушения. Дамир Анитов, Алмат Хамитов, Абзал Нусипов, Телеканал Жицу. Достучаться до властей в буквальном смысле слова пытаются жители Чили, выходя на демонстрации с подручными средствами, кастрюлями и ложками. Протестующие требуют наладить распространение помощи предметов первой необходимости в разгар санитарного кризиса в Латинской Америке. Волнения активизировались на фоне заявлений чилийских больниц о том, что их ресурсы практически исчерпаны из-за наплыва пациентов, зараженных COVID-19. В стране выявлено около 80 тысяч случаев. Прирост в сутки составляет до 4 тысяч. 15% заболевших нуждаются в госпитализации. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, центр пандемии нового коронавируса сегодня переместился на американский континент. Тяжелейшая ситуация сложилась в Бразилии, которая по количеству инфицированных вышла на второе место в мире. Там зафиксировано более 400 тысяч заболевших. Однако врачи считают, что реальное число зараженных может быть выше. В Барселоне сотни рабочих японского автомобильного завода Nissan устроили акцию протеста, когда было объявлено о его предстоящем закрытии. Без работы могут оказаться 3 тысячи сотрудников, а также еще 25 тысяч человек, работающих на смежных предприятиях. На долю автопрома приходится около 10% в ВВВ Испании, и власти страны уже выразили сожаление в связи с решением автоконцерна. При этом в Испании отмечен резкий рост безработицы, который усугубил нынешний кризис, вызванный пандемией. Дирекции Nissan объясняют свой шаг принятием нового глобального бизнес-плана, который в частности предусматривает сокращение производства примерно на 20%, что, как ожидается, позволит сократить постоянные расходы на 300 миллиардов иен. Завод Nissan в Барселоне способен производить до 2 тысяч автомобилей в год. При этом за прошлый год с его конвейера сошли около 55 тысяч машин. Солнечный свет эффективно уничтожает коронавирус на поверхностях предметов. Заявили в Национальном центре анализа и противодействия биологической угрозе США. Исследователи решили проверить, что будет происходить с вирусом при свете ламп разной мощности. Выяснилось, что при интенсивности света на уровне полуденного солнца коронавирус в слюне погибает менее чем за 7 минут. А в самой благоприятной среде лампы нейтрализовали возбудителя инфекции чуть более чем за 14 минут. Отмечается, что даже более слабый свет борется с коронавирусом, хотя и медленнее. По ту сторону экрана встречи в режиме онлайн с участием знаменитостей стали традиционными мероприятиями в филиале библиотеки села Оттинай в период карантина. В списке почетных гостей спортсмены, деятели культуры, писатели и поэты. Среди них и почетный журналист Казахстана, деятель культуры Республики Казахстан, главный продюсер телеканала ЖТСУ Жумахмед Жайлаубаев. Со слов гостя это его первое общение с людьми в формате реального времени. Тема встречи – жизнь и творчество Абая Кунанбаева. Трансляция длилась почти час. За это время поклонники творчества великого казахского Акына и просветителя услышали ответы на такие вопросы, как слова назидания Абая и ислам, нравственное воспитание в религии и многие другие. Благодарные слушатели оставили более тысячи восторженных комментариев в адрес интересного собеседника. По мнению Жумахмеда Жайлаубаева, подобные встречи пропагандируют культурные ценности казахского народа и расширяют кругозор молодежи. Я впервые принимаю участие в подобной встрече. И хотя я не Абая вед, тем не менее, мои познания о нем достаточно глубоки. Это помогло мне ответить на вопросы слушателей. Также мне очень понравился вопрос от зрителей по поводу влияния религиозной составляющей произведения Абая на духовное воспитание человека. В общем, слушатели показали высокий уровень подготовленности. Думаю, что мои ответы будут оценены по достоинству. Я также благодарен сотрудникам Отийнайской библиотеки за приглашение на это мероприятие. Из-за ситуации в стране работа всех библиотек переведена в онлайн-формат, в том числе и общение с интересными личностями. Сегодня мы провели онлайн-встречу с уважаемым Жумахмедом Жайлаубаевым на тему 175-летия великого Абая. Цель этого мероприятия – пропаганда творчества Абая Кунанбаева, в том числе и среди молодёжи. На базе нашей библиотеки проведено уже несколько встреч со знаменитыми земляками. На этом наш выпуск подошёл к своим завершениям. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. И только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин